друзья добрый день сегодня гость нашего эфира ректор московского института психоанализа в котором я учусь лев игоревич сурат лев игоревич добрый день вашему университет вернее институту скоро исполняется 25 лет вы руководите вузом уже 10 лет я знаю что вы пришли в довольно ран раннем возрасте вам было всего 26 лет как можно вообще стать даже в частном университете 26 лет ректором ну на самом деле такая правильная оговорка потому что пока мы еще институт но любой институт стремится стать университетом университет стремится стать исследовательским научным университетом а многие стремятся стать гарладом но пока речь о нашем вузе да действительно я почти 10 лет руковожу московским институтом психоанализа и в достаточно раннем возрасте так случилось что оказался здесь и на тот момент члены ученого совета института ну по сути уговорили меня в стать в руководстве это был небольшой совершенно камерный вуз в котором училась почти 400 около 400 студентов работала человек 35 и собственно говоря такая профессиональная маленькая школа с тех пор все конечно существенно видоизменилась но не видоизменилась вот что мы остались и сохранили свою идентичность мы до сих пор профессиональная школа мы занимаемся психологией педагогикой психотерапии психоанализом клинической психологии развитием и все и другим мы пока здесь не занимаемся и наверное наш институт в этой плоскости и продолжит свое развитие потому что даже эти области они достаточно многогранны вот а в действительности в 26 лет конечно стать ректором вуза достаточно тяжело но тем не так получилось вы знаете это мы говорим о частном образовании и у нас мы представляем такую крупную структуру образовательную у нас не одно учебное заведение в структуре и вот так случилось но не буду уточнять детали так случилось что институт психоанализа он тогда так назывался без московский оказался в нашей структуре и собственно я уже на тот момент ну даже 26 лет у меня было серьезное базовое образование к тому же я успел поучиться еще в соединенных штатах и долгое время я уже работал в образовательной среде и мне предложили буквально предложили возглавить этот вуз с точки зрения такого ну трамплина для развития будущего но получилось так что не просто трамплина это оказалось волею судеб моя такая жизнь на сегодняшний день вы ведущий психологический вуз россии вот чем вы гордитесь в первую очередь вы знаете ну ведущий мы или не ведущий вуз конечно мы можем сами здесь судить но по сути на этот вопрос должны ответить наши студенты наши выпускники профессиональное сообщество иногда и государство им судить ведущий или не ведущий но мы конечно внутри нашего института считаем конечно что мы в первых рядах психфаков уж точно нашей страны у нас безусловно есть конкуренция безусловно есть базовые очень сильные психологические и к тому же педагогические школы на стране вообще педагогической традиции наша страна и ссср и россии мы славимся во всем мире эти традиции до сих пор очень востребованы чем мы гордимся вот это будет возможно это будет странно звучать но гордимся мы как такая основная отличительная черта это та среда которую мы создаем здесь среда она и в стенах вы сами видите как у нас интересно выглядят наши учебные помещения очень нравится вашей аудитории потому что ты приходишь учиться и ты сразу знакомишься великими психологами это среда насыщает это первую очередь во вторую очередь и команда командой коллектив института которые все про эту идею все профессиональные психологи педагоги кроме меня но об этом чуть позже поговорим это возможно даже очень хорошо для нашего вуза и это во вторую очередь здесь все про одну идею про образование здесь если так можно сказать в кавычках где все образованцы и все очень с горящими глазами и так мы подбираем команду вообще когда вы вуз наверно приходите вы чувствуете кто здесь работает ну с прямо с порога в третьих чем мы гордимся я думаю что это насколько один нас насколько динамично мы развиваемся потому что ну мы не теряем своей идентичности и несмотря на это мы очень очень динамично развиваемся значит смотря на все и российские мировые тренды мы серьезно занимаемся инновациями в области цифровизации и моя личная информация интернационализации у нас очень много иностранных профессоров здесь работает у нас много вузов партнеров из ближнего зарубежья из дальнего зарубежья мы уже начали входить в отечественные рейтинги и не за горами надеюсь международные рейтинги университетские мы конечно как тренд и может быть у вас возникнет такой вопрос серьезно занимаемся инновациями в области цифровизации и моя личная исследовательская позиция лежит в этом в этой области в области цифровизации образования в области поиска новой образовательной парадигмы все говорят о цифровизации но мы к этому подходим иначе возможно и занимаемся этим достаточно давно вот этими конечно вещами мы гордимся мы гордимся нашей большой издательской политикой мы небольшой университет но тем не менее порядка 50-60 наименований книг в год мы издаем тому же у нас есть нет несколько на своих научных журналов ну в общем то есть чем гордиться и за эти ну казалось бы недолгий период мы уже накопили некоторые такую репутацию а репутация как известно для вуза это то же самое что капитализация для компании лев игоревич я поступила к вам девятнадцатом году и учусь дистанционно да вот во время карантина когда все ушли в онлайн мне кажется вот вы были готовы к этому онлайну и вот как-то заранее к этому подготовились вообще когда вы начали инвестировать в цифровизацию своего вуза очень правильный вопрос этот вопрос конечно задают многие сейчас ну такой на пойду на поверхности этот этот тренд безусловно возможно нехорошо так говорить но в этой части в части цифровизации и ускорение процессов цифровизации пандемии конечно в этом смысле для кого-то сыграло на руку потому что еще некоторое время назад все очень скептически относились к полной цифровизации к электронному обучению к этим технологиям говорили что еще не время еще технологии не пришли еще осознание мировоззрения такого не появилось но пандемия в этом смысле подтолкнула прогресс эволюцию и мы все находимся в той ситуации в которой есть для нас этот пережить переход буквально был бесшовный то есть к этому моменту моменту как случилось пандемии коронавируса мы были полностью цифровым вузом вся команда была безусловно адептами цифровизации онлайн обучения создания онлайн курсов у нас огромный департамент цифровизации недавно вышло такое пожелание распоряжение вице-премьера о том чтобы в вузах появился проектор по цифровизации у нас такое уже есть у него большая команда 35 человек это и программисты айти группа собственно говоря айтишники кураторы но знаете вообще даже дело не в этих наименованиях дело в том что мы цифровизации подошли не просто как появление онлайн обучения ну то есть есть вебинары есть какие-то курсы есть какая-то площадка арендованная мы к этому подошли иначе с 9 лет назад буквально через год после того как я стал ректором эта идея пришла ко мне в голову с точки зрения масштабируемости но ясная история что все вузы хотят что там контингент студентов увеличивался ну и качество безусловно ну контингент в первую очередь и мы подошли к этому так и начали изучать я прочел такую рукопись она называется перед сходом лавины это американцы выпустили если я не ошибаюсь это университет калифорнийский университет беркли где было написано что ну ближайшие там 10-15 лет на произойдет не просто радикальные изменения целой революции революция будет связана с цифровизации с онлайн технологиями и тренд нужно было подхватить и я начал этим заниматься и даже как мои коллеги из частного образования странно на меня смотрели говорит зачем столько инвестировать зачем вот так вот усложненно создавать систему когда есть ну простые способы ну и мы безусловно конечно подошли к этому иначе мы создали свою площадку цифровую она эта площадка безусловно признана как один из лучших инструментов в этой области и мы в конце прошлого года а в начале этого года на гадайровском форуме были номинированы на звание там лучшие айти продукт для образования в номинации там цифровые вершины мы заняли то ну вошли в число лауреатов раз ну во вторых конечно у нас большое количество студентов разных уровней мы же занимаемся не только высшим образованием и разного уровня то есть средне профессиональное образование высшее образование дополнительное образование которые пользуются этой платформой это полностью цифровое такое пространство цифровая среда где есть разные роли есть роль студенты есть роль преподавателя есть роль куратора есть роль тьютера есть роль ведущего образовательного процесса и так далее и тому подобное это полностью созданный инструмент для обучения ну и отчасти это социальная сеть социальная сеть где И студент может жить, развиваться, учиться, общаться. Это очень важный момент. То есть студент может находиться вообще в любом месте земного шара? Безусловно, может находиться в любом месте земного шара. У нас студенты из 29 стран, из 600 городов. Есть много разных технических моментов, которые необходимо будет усовершенствовать. Но любая система требует доработки. Это эволюционный процесс. Но это наше достояние. Мы этим занимаемся. И сейчас вся команда этим занимается. И у меня были такие интересные случаи, когда у меня работает разного рода профессура. И вы наверняка знаете, здесь много очень известных людей работает. И диалог с ними по поводу этого был разный. И есть у меня один профессор, не буду называть фамилию, это женщина. И впервые, когда я ее приглашал работать, я сказал, что есть одно из таких важных критериев работы у нас. Это положительное отношение к онлайн-технологиям. Так или иначе, придется немножечко в эту сторону смотреть. Но к этому нельзя никак не относиться. И она сказала, через мой труп. Этого никогда не произойдет. Я лучше умру, но никогда в жизни не проведу ни одной лекции. Я не запишусь на камеру. Я не буду этим заниматься. И вот прошло два года, и она сама пришла, не только ко мне. Она сказала, я хочу, мне очень понравилось. Я хочу, снимите меня, сделайте онлайн-курсы. Мне это просто супер. Это, конечно, победа. Это победа, когда вот так людей получается перестраивать. Но это, конечно, за этим лежит много разного. Инструментарий, работа, обучение, разный подход к каждому человеку. И этот подход начинается от меня и заканчивается, не знаю, секретарями. Потому что все про эту историю. Вот, друзья, в чем преимущество молодых ректоров. Молодые ректоры, они чувствуют тренды. Вот вы подготовились к пандемии, у вас цифровизация уже давно. Вы давно, скажем, пропагандируете дистанционное обучение. И, по сути, то, что вы являетесь психологическим институтом, это тоже вы занимаетесь профессией будущего. Потому что на сегодняшний день я знаю, что это большой тренд. Все хотят быть коучами, все хотят быть психологами. Даже для себя изучают психологию. И вот в этом смысле, что вы видите, какие будут тенденции, какие будут тренды, да? То есть в каком направлении вы будете двигаться? Я тезисно отвечу на ваш вопрос. Сначала по поводу молодости. Молодость – такой недостаток, который быстро проходит. И, конечно, в тренде не только молодые ректоры, но я думаю, что и многие другие. Просто молодые люди, они как-то быстрее чувствуют тенденции. Я думаю, знаете, дело не в возрасте, дело в желании. Дело в том, как ты относишься к профессии. Для меня профессия, ну, моя профессия – это моя жизнь. Я не могу себе представить, как я к жизни буду относиться без правильного взгляда на тренды. Вы со своими детьми же консультируетесь по поводу социальных сетей? Они же их лучше чувствуют? У меня маленькие же дети. Нет, ну вопрос с детьми – это вопрос воспитания. Тут сложная история. Давайте об этом чуть-чуть попозже. Давайте отвечу на ваш вопрос по поводу трендов психологии. Вот вы сейчас чувствуете, что вы идете вообще просто в правильном направлении, потому что ваш вуз, он будет с годами расти, потому что желающих будет все больше и больше. Это гипотеза. Это гипотеза, которую необходимо будет проверить. Если мы будем занимать активную позицию, мы будем широко, с открытыми глазами смотреть на то, что происходит в России, у конкурентов, в мире, будем учиться и развиваться, да, конечно, наверное, так и произойдет. Безусловно, у общества, особенно в период пандемии, после пандемии, огромный запрос. В первую очередь запрос на поддержку, да, на помогающую историю. Это психотерапия. Безусловно, есть запрос, и это открытый запрос. Если раньше люди, ну, некоторым образом сомневались, это какое-то подчеркнутое, возможно, там в головах было заболевание, сейчас совершенно не так, это вопрос такой. И отсюда следует ответ на следующую часть – это запрос на развитие. Я глубоко убежден, при всей, вот на данный момент, при всем желании у большинства людей найти быстрый ответ на свои запросы, в последующем будет большой запрос на развитие. На личностное развитие, на семейное, общественное развитие. И тут, конечно, будет расти тренд на развитие. А у нас в УЗИ мы про это, про смыслы, про развитие, про поиск правильных решений, про поддержку и так далее. Безусловно, конечно, пандемия подтолкнула общество к правильному отношению к этой профессии. Сейчас, знаете, растут такие, ну, прям как грибы, растут такие проекты по онлайн-помощи, по клиническим центрам. И вот к этому, конечно, надо будет относиться очень аккуратно, потому что должна быть подчеркнута правильная экспертиза, должно быть подчеркнуто правильное фундаментальное образование у специалистов. И скоро у нас, по крайней мере у нас в стране, скоро появится закон о психологической помощи, который позволит дифференцировать правильно, кому обращаться за помощью. И помощь, и развитие. В целом психология это же про развитие, про правильное качество жизни, про ментальное здоровье. Мы же не говорим только о прямой психотерапии, потому что, конечно, это запрос, наверное, уже настоящего и, безусловно, запрос будущего. В этом смысле все помогающие профессии, я думаю, что это профессии будущего. — Лев Игоревич, самое ценное в любом ВУЗе — это преподаватели. Я знаю, что вот у вас среди преподавателей экс-министра образования Башкортустана, автор книги «Коуч для президента» Галина Староженко у вас тоже преподает, президент Ассоциации русскоговорящих коучей Андрей Королихин. Это то, что вот я знаю, да, потому что я сама обучаюсь именно на коучинг. Вот какими преподавателями вы особенно гордитесь? — Конечно, Динара, наши педагоги, наши профессоры — это лучшее, что у нас есть, потому что, вы знаете, в ВУЗ можно сравнить, скажем, с футбольной командой. Странное, да, сравнение? Потому что наши студенты... — Нет, для меня не странно. То есть футбольная команда, там, если есть звезды... — Конечно. — То команда будет... — Наши студенты — это зрители, которые приходят посмотреть на звезд или на классных игроков. А игроки — это и есть преподаватели, и без них, конечно, никуда. А мы, администрация, менеджмент, мы вот как менеджмент в команде, да? — Создаёте условия. — Конечно. Вот. Если... И, конечно, это самое дорогое, и мы здесь создаём такую свободную, поддерживающую, правильную обстановку, атмосферу, среду для людей, чтобы они смогли здесь развить свой творческий потенциал, чтобы свои научные идеи, свои преподавательские идеи... Ну, самое дорогое — это контактная работа со студентами. В этом смысле, ну, я, конечно, могу выделить, пускай на меня никто не обижается, ну, сейчас то, что мне приходит в голову, безусловно, ну, научный руководитель нашего института Академии Космолов, Александр Григорьевич, он мой учитель, помимо всего прочего. Потом декан факультета психологии — это академик барабанщиков Владимир Санч, это известный исследователь. Скажем, там, кафедры психотерапии, психологического консультирования заведует Алла Семёновна Спиваковская, профессор, доктор наук. Факультетом клинической психологии руководит Белопольская Наталья Львовна, очень известный клинический психолог у нас в стране. Кафедры социальной психологии руководит Галина Владимировна Солдатова, и я знаю, я думаю, что в ближайшее время Галина Владимировна, возможно, станет академиком. Отдельную программу у нас в институте ведет Петровский Вадим Артурович, это, ну, известнейшая фигура в мире психотерапии. Ну, и так далее, и тому подобное. У нас работает Черников, у нас с открытыми лекциями приходила Анна Яковлевна Варга. Каждый год наше такое алекторий, такое большое наше просветительское мероприятие начинает Дмитрий Алексеевич Леонтьев. А он и внук, и сын известных психологов. И вообще фундаментально в образовании вуза участвовали весь цвет отечественной психологии и педагогики. Там на факультете специального образования у нас работает Татьяна Григорьевна Визель, ведущий там нейропсихолог у нас в стране, в кафедры, естественно, научные. У нас руководит сварник Ольга Евгеньевна, это вообще тоже нейропсихолог, известный популяризатор науки и так далее, и тому подобное. На дополнительных программах, ну, всех не перечислите. Это, конечно, самое ценное, что у нас есть. Здесь вы вначале задавали вопрос, чем мы гордимся, что для нас, ну, такое достоинство. Ну, безусловно, на первую очередь это профессура. Это для любого университета так. У нас большая группа молодых ученых здесь работает. Пускай их фамилии еще не такие громкие, но в ближайшие 3-5 лет это доктора наук, это люди, которые будут в будущем задавать тренд отечественной психологии. И такие люди, конечно, мы им даем все возможности здесь для развития. И молодые аспиранты и так далее. В этом смысле, конечно, правильная работа у нас здесь ведется. Это долгая работа. Это как воспитывать детей, растить их только через, там, какое-то, там, 10-15-20 лет мы увидим, правильно ли мы это делали. Вот, удивительно, да, когда говорю я об этом, такой молодой ректор, да. Но, тем не менее, это вот такая вот штука. Это один из наших таких правильных трендов на развитие. Безусловно, еще одним трендом нашим является интернационализация. Это приглашение иностранных профессоров. И вот в этом году у нас руководителем факультета психоанализа стал наш коллегой из Финляндии, Лява Скаварскис. Это известнейший психоаналитик европейский, член Международной психоаналитической ассоциации. Вот он как бы, мы долго вели переговор, но он согласился нас поддержать. И вот у него, его школа называется Нью-Пси. Это новая психотерапия. И он все свои идеи готов применить здесь и создать новый психоаналитический тренд вообще в России. И мой последний вопрос. Несмотря на то, что вы частный вуз, я знаю, что у вас есть гранты, есть бюджетные места. Как попасть в Московский институт психоанализа, скажем, ну если нет средств? Да, спасибо большое за такой вопрос. Начну с первого. Это бюджетные места. И у нас есть, безусловно, бюджетные места. Это, ну, скорее для нашего вуза, как для частного образовательного учреждения, это больше вопрос престижа, репутации, чем такой тренд на развитие. Помимо всего прочего, у нас есть личный тренд, личная программа по привлечению талантов. То есть мы, это внутри нашей страны. Мы берем высокобальников, у которых большие баллы ЕГЭ, и приглашаем их сюда учиться на безвозмездной основе. Даже мы их обеспечиваем жильем, общежитием, и даем им возможность еще бесплатно проходить программу дополнительного образования. Но это для россиян? Это для россиян. А для других стран? Для других стран прям такой прицельной программы нет, но тем не менее у нас есть внутренние конкурсы. Когда человек приезжает к нам учиться, и у нас есть внутренние конкурсы, конкурсы ЭСЭ, конкурсы творческих работ, выступления. И мы даем после этих конкурсов, если видим желание студента развиваться, и с нами вместе развиваться, мы даем возможность для безвозмездного обучения. Честно говоря, в принципе, у нас очень большая программа. То есть у нас в год, я думаю, что около 200 человек бесплатно начинает учиться. Потому что у нас есть программа для людей с ограниченными возможностями, для многодетных семей и так далее и тому подобное. И к тому же мы участвуем в государственной программе от Центра занятости населения о бесплатном обучении безработных, матерей с маленькими детьми. И такого мер поддержки населения, не только российского, бесплатной квоты на обучение и так далее. Это очень много всего. Вот если говорить про казахстанцев, есть шансы попасть в ваш вуз, не имея средств? Давайте мы придумаем вместе с вами такую программу. Грант, может быть? Да, конечно. Давайте учредим грант специальный. Почему бы и нет? У нас с Казахстаном очень много разных программ. Программ академической мобильности. У нас есть хорошее взаимоотношение с рядом вузов. Это можно сделать такое, ну как, exchange programs, чтобы они ездили к нам, а мы ездили к вам, учились. Это хороший тренд. У нас такой уже есть. Вот буквально на следующей неделе к нам приезжают несколько ученых из Казахстана на такую научную стажировку. Это в хорошее взаимоотношение, безусловно. Можно придумать, в принципе, я не против, какой-то такой специальной программы, специального гранта на обучение. Буквально неделю назад у нас стартовала программа «Лидеры». Кто-то из казахстанцев на этой программе учился. Несколько человек уже закончили даже. И там тоже есть бесплатные места. И вне зависимости, откуда этот человек. По результатам резюме. Резюме, эссе, и мы смотрим желание. Эта программа нацелена на развитие таких лидерских компетенций в плоскости общественных инициатив. Такие программы тоже есть. А с точки зрения бюджетных мест, я вам уже ответил на этот вопрос, в принципе, да. Наше интервью выходит как раз накануне нового учебного года. Сейчас очень много абитуриентов как раз, может быть, выбирают себе профессию. Это же очень важно, выбрать себе профессию. Вот вы по образованию кто? Ну, базовое образование у меня юридическое, в международное право. Следующее – экономическое. И теперь? Ну, а теперь это уже область образования. Ну, вообще, сейчас это уже не образование. Я пишу докторскую диссертацию в области педагогики. Ну, вот видите, как жизнь может вот так вот завернуть, и в итоге… Вы знаете, мы себе ищем образование не на всю жизнь. На какой-то определенный период. Ну, мое глубокое убеждение в том, что высшее образование должно быть фундаментально, такое философское, мировоззренческое. Если мы не берем, конечно, естественно, научный цикл, который дает возможность учиться через всю жизнь. Все говорят об этом – учиться через всю жизнь. Ну, вот высшее образование, как первый выбор, оно не должно быть последним выбором. То есть мы не говорим о поиске конкретной профессии. Ты вот приобрел какую-то мировоззренческую, такую фундаментальную основу, а на нее… В чем качество-то? А на нее ты можешь дальше нанизывать через всю жизнь то, что тебе нужно. В этом суть. Не нужно относиться к нему как к первому и последнему выбору. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы наше интервью сейчас помогло для, возможно, будущих психологов определиться с ВУЗом, потому что я смело могу вам рекомендовать Московский институт психоанализа, потому что сама здесь учусь, и здесь работают звезды психологии. Звезды психологии, звезды педагогики, звезды психоанализа, клинической психологии. Да, мы такой вроде бы узкой направленности в ВУЗ. Но это наоборот, мне кажется, в этом и плюс. В этом плюс то, что здесь, если ты про это, то надо сюда. Да, в общем, если вы хотите стать психологом, то вам, друзья, в Московский институт психоанализа. Спасибо. Спасибо вам большое за интервью, друзья. Ну, а я пошла учиться.